МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Регион ТВ, подготовленную совместно с журналистами телекомпании Мозыря, Жлобина, Речицы, Гомеля, Светлогорска в студии Виктория Шинкаренко. В Мозырском опытном лесхозе в Романовском лесничестве уже на протяжении 8 месяцев кипит работа. Здесь убирают последствия ураганного ветра, который пронесся в июле прошлого года. Работы по расчистке приближаются к финалу. Ураганный ветер, который прошелся по лесной полосе вечером 12 июля 2016-го, выкорчевывал многолетние сосны, а деревья помоложе ломал как спички. Эти кадры сняты спустя месяц после разгула стихии. На расчистке бурелома тогда были заняты десятки организаций и сотни сотрудников. Работы не прекращались ни на день, а в последние недели рабочими стали и субботы. 760 гектаров сплошных вырубок, плюс единичные деревья и годовой объем заготовленной древесины. До 1 апреля работы должны быть полностью завершены, невзирая на подножки природы. Работает у нас сегодня около 120 человек. Проводим это уже четвертый субботник, чтобы эту ситуацию как можно более сжатые сроки устранить, эти все последствия. С одной стороны, для посадки это нам благоприятствует погода, то есть сроки растягивания, дождики проходят. Что касается очистки лесосек, да, усложняют эти дожди, которые проходят, усложняют работу натурных лесосек. Во многих местах работать может только мощная специализированная техника. Форвардер «Тимберджек» на гусеничном ходу проходит даже в сильно заболоченных местах, где другие машины оказываются беспомощными. За 8 месяцев ежедневного труда картина изменилась. Вместо выкорчеванного леса – гектары подготовленной почвы. Здесь снова будет лес, правда, совсем не скоро. Из этого годовалого соснового ростка полноценное дерево вырастет только спустя 8 десятков лет. «На посадку леса привлекается до 20 человек. Работа, конечно, осложнена погодными условиями, то ветер, дождь, снег, но все равно продолжаем сажать лесные культуры, так как сроки для создания лесных культур очень маленькие. Как только почва высохнет, лесные культуры сажать нельзя будет». На заседании штаба директор лесхоза Андрей Марочковский снова ставит задачи. До субботы лес должен выглядеть с иголочки. То, что стихия повредила за несколько минут, людям пришлось убирать больше полугода. Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал «Музырь». За последние пять лет на территории Гомельской области в дорожно-транспортных происшествиях погибли 14 детей. 273 получили травмы различной степени тяжести. Только за минувший год в ДТП пострадали 45 несовершеннолетних. Один ребенок погиб. Все помнят случай, который произошел на днях в Светлогорске. Машина скорой помощи сбила 15-летнюю девочку, ученицу 12-й школы. В Светлогорском районе стартовала акция «Безопасность детей – приоритет для взрослых». С профилактической беседой сотрудники отделения ГАИ отправились в 12-ю школу. Эту встречу сотрудники госавтоинспекции организовали совместно с районной инспекцией по делам несовершеннолетних. Исполняющий обязанности начальника отдела ГАИ Василий Гапоненко рассказал приглашенным на мероприятие старшеклассникам о стартовавшей акции в ее основных задачах. Напомнил он и о случае, произошедшем на днях с ученицей этой школы. Чтобы ничего подобного не случилось с ребятами, они должны четко соблюдать правила дорожного движения, переходить дорогу только по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, ну и, конечно же, не забывать обозначить себя фликерами в темное время суток. Такова была основная суть выступления начальника отдела ГАИ. Василий Гапоненко не стал утомлять школьников цифрами статистики, а просто привел конкретные примеры, когда легкомыслие и необдуманность поступков стоили несовершеннолетним здоровья и даже жизни. Также он рассказал об административной ответственности за различные правонарушения, подчеркнув, что все это может сказаться на дальнейшей жизни. Например, о поступлении в некоторые престижные вузы или на службу в силовые структуры можно будет забыть. Продолжил эту тему исполняющий обязанности начальника инспекции по делам несовершеннолетних Сергей Шурмель. Он рассказал о правонарушениях и преступлениях в молодежной среде и об ответственности административной и уголовной. Стоит отметить, что сотрудники милиции выбрали правильный формат мероприятия. Никаких заунывных речей, долгих нравоучений и сухих цифр. Вся информация преподносилась просто и понятно. В конце мероприятия была организована викторина. Школьники активно участвовали в опросе, демонстрируя хорошее знание правил дорожного движения, а также довольно быстро угадывали воинские звания. Все правильно ответившие на вопросы получили призы. Вопросы были сложные, но я хочу сказать, что не все, конечно, но многие знают, ориентируются в данных вопросах. Я надеюсь, что эта акция, она положительно подействовала на наших учащихся. Они будут знать, соблюдать правила дорожного движения, даже самые те элементарные правила о необходимости ношения свето-возвращающих элементов, правил перехода проезжей части, как правильно управлять велосипедом, с какого возраста, как себя вести, будучи находясь пассажирами в транспортном средстве. Они все ответили правильно на вопросы, что необходимо пристегиваться ремнями безопасности, что нельзя отвлекать водителя от управления. Поэтому, я думаю, это положительно подействовало и в дальнейшем, я думаю, что отдел государственной автомобильной инспекции будет и в дальнейшем работать по этому направлению, проводить различные акции, мероприятия и в других средних школах на территории города Сетлогорска и Сетлогорского района. Несмотря на принимаемые меры, туберкулез по-прежнему остается актуальной проблемой. На борьбу против этого серьезного заболевания направлен комплекс мероприятий. В Речицком районе в их числе и акция под названием «Белая ромашка», которую в рамках Дня борьбы против туберкулеза проводят сотрудники Зонального центра гигиены и эпидемиологии. Ежегодно в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом сотрудники Зонального центра гигиены и эпидемиологии выходят на улицу, чтобы еще раз напомнить прохожим о таком заболевании, как туберкулез. За 2016 год в Речицком районе выявлено 60 новых случаев туберкулеза, причем 42 из них с бактериевыделением, а это значит, что такие больные представляют опасность передачи инфекции здоровым людям. Для туберкулеза характерны две проблемы, которые осложняют борьбу с туберкулезом. Это развитие лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза. За 2016 год было зарегистрировано 13 случаев с лекарственной устойчивостью туберкулеза. И второй проблемой является ВИЧ-ассоциированный туберкулез, когда организм ВИЧ-инфицированного человека осложняет это заболевание. Было зарегистрировано 9 случаев ВИЧ-ассоциированного туберкулеза. Любое заболевание легче излечить при выявлении его на ранней стадии. Основным методом современного выявления туберкулеза, рака легких и другой легочной патологии у взрослого населения по-прежнему остается рентгенофлюорографическое обследование. Об этом речищанам еще раз напомнили организаторы акции «Белая ромашка». Современные технологии на страже здоровья. В Мозырском противотуберкулезном диспансере врачи наблюдают своих пациентов с помощью смартфонов. Палочки Коха много лет назад объявили мировую войну. Тем не менее, победить туберкулез врачи до сих пор не смогли. Новые случаи регистрируются регулярно. В Мозыре в 2016-м диагноз туберкулез был выставлен 34 пациентам. 27 из них просто пришли на флюорографию. Курс лечения туберкулеза минимум полгода. И все эти шесть месяцев пациенту приходилось находиться под наблюдением врачей. Сначала в стационаре, а потом амбулаторно. Причем принимать лекарства в обязательном порядке необходимо было под непосредственным контролем врача. То есть ежедневно приезжать в диспансер. Ведь туберкулез – заболевание социально опасное. Благодаря современным технологиям, теперь после стационарного лечения человек может возвращаться к обычной жизни. На этом видео парень принимает лекарства. Таким образом, врач может контролировать лечение дистанционно. Пациенту даются препараты домой на две недели. Он каждый день снимает на свой смартфон, как он принимает таблеточки, чтобы было все хорошо видно, все таблеточки, как он их принимает, чем он их запивает. И в конце какой-нибудь фразой проговаривает, обозначает, какой сегодня день, или как он себя чувствует, чтобы не присылалась одна запись несколько раз. Потом эта запись отправляется по защищенным каналам на специальный сайт, доступ у которого есть только у лечащего врача пациента. Видео контролируемое лечение стало возможным благодаря помощи Красного Креста. Были закуплены смартфоны и теперь оплачивается интернет-трафик для связи с доктором. Два пациента таким образом уже закончили лечение. Такая практика будет продолжаться. Кстати, за три месяца этого года врачи выявили еще восемь случаев опасного заболевания. Нельзя сказать, что туберкулез исключительно болезнь бедных там или неблагополучных людей. Любая нагрузка на организм, чрезмерная, любой стресс, любая болезнь, любой иммунодефицит может вызвать к жизни такое заболевание, как туберкулез. Поэтому мы иногда наблюдаем, что абсолютно внешне благополучных людей с хорошим достатком на фоне того же стресса, сильной занятости, постоянной работы, неправильное питание может развиться тоже туберкулез. Длительный кашель, ночная потливость, быстрая утомляемость, На эти симптомы врачи рекомендуют обратить особое внимание. Пока единственным средством профилактики туберкулеза остается ежегодное прохождение флюорографии. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал Музырь. 22 марта к участнику Великой Отечественной войны жительницы Светлогорска Валентине Григорьевне Полковниковой прибыли посетители, непростые люди, военные. И не просто так, для вручения награды. Корреспонденты телекомпании «Ранок» не могли обойти вниманием еще одно важное событие в ее жизни и тоже отправились к ней в гости. Валентина Григорьевна, позвольте мне от имени посла Российской Федерации Республики Беларусь передать вам памятный знак, который был учрежден правительством Москвы во знаменование 75-й годовщины победы в битве за Москву. Вам, как участнику этой битвы, пожалуйста. Валентина Григорьевна Полковникова – ветеран Великой Отечественной войны. Ушла на фронт, когда ей не было и 18 лет. Спасала раненых, вывозила их под пулями. А еще пожилая женщина – участник битвы под Москвой. Ноябрь, декабрь, сколько было раненых, а я на саду летучки работала. Я самая молоденькая была. Приходилось все делать. Приходилось и палками руки винтовать, чтобы не болтались. Приходилось и ноги палкой винтовать или доской, чтобы нога не была, не качалась. На плащ-палатках возила, подвозили, и обстрелы были, и саду летучки обстрелывали. Бывало, везешь или в Москву, или в Тулу, везешь. Немец налетает, раненые все. Кто может, прыгает. Кричишь, куда вы? Ложитесь, ложитесь. По-новому станешь грузить. Много я видела в своих юных лет. Валентина Григорьевна была очень растрогана этим неожиданным визитом. Она держала в руках награду, которую она действительно заслужила. Это и ее усилиями, в том числе, отстояли столицу. Не дали на растерзание врагу, победили в Великой войне. Валентину Григорьевну также сердечно поздравил с получением награды и заместитель военного комиссара Светлогорского и Октябрьского районов, подполковник Вячеслав Архипенко. И не только поздравил, но и просто поговорил. Расспросил о жизни, о здоровье, о проблемах. В нашей республике проживает 86 участников битвы под Москвой. К каждому из них будет вручена медаль от правительства Москвы. Как подчеркнул Сергей Афанасьев, такие награды положены не только жителям России или Беларуси. Многие ветераны проживают и в других странах мира, и ни один не останется без внимания. Однако, как подчеркнул старший помощник военного атташе при посольстве Российской Федерации, именно в Беларуси проще всего найти этих людей. Белорусские военкоматы свои функции выполняют очень четко, подчеркнул Сергей Афанасьев. В Мозырском развлекательном центре «Спутник» накануне было по-летнему жарко, весело и ярко. Восемь финалистов караоке-конкурса «Голос Мозыря-2017» боролись за призы и внимание слушателей. Как звучат мировые хиты в исполнении заядлых мозырских караокеров, вы узнаете из следующего сюжета. «Голос Мозыря» Услышать лучшие мировые хиты в исполнении сильнейших вокалистов-любителей можно было во время проекта «Голос Мозыря-2017». Своё право выступить в финале отстаивали десятки молодых людей. После отборочного тура и полуфинала участников осталось восемь. Самых ярких, неординарных и без преувеличения сильных. «Я могу сказать, что пару-тройку человек есть, которые, в общем-то, готовы уже сегодня работать на профессиональной сцене. Выбраны, на самом деле, восемь лучших из тех, что мы видели». В жюри только профессионалы своего дела – музыканты, педагоги, радиоведущие. Они всегда готовы поддержать участников советом и добрым словом. «Они все очень яркие, они очень готовятся, они приводят группу поддержки. И вообще вот такой проект, я считаю, очень нужен и для общения. И очень рада, что есть такое хобби, как идти по жизни с песней. И пусть им повезёт, вообще пусть они своё творчество дарят. И друзьям, родственникам участвуют в конкурсах, приходят в этот великолепный центр, который способствует развитию творческих способностей». Битва за звание «Лучшего голоса города» в этом году претерпела изменения. Выйти на сцену могли все желающие возрастной категории 18+. А кроме самостоятельно выбранной песни, финалистам предлагали дополнительно прислушаться к выбору организаторов. «Конкурс «Короки голос Мозырь» уже стал традиционным для нашей молодёжи. Мы проводим его в третий раз. И по сравнению с предыдущим годом, в этом году мы немножко изменили правила. Правила этого года позволяют петь буквально всем, и профессионалам, и любителям, достигшим 18-летнего возраста. Ещё одной изюминкой в этом году было то, что ребята в полуфинале и финале, помимо тех песен, которые они готовили себе заранее, выбирали сами, поют песни, выбранные организаторами конкурса. «Сектор по делам молодёжи» организаторам «Голоса» выступает не впервые. Сегодня это совместно с развлекательным центром «Спутник проект» можно смело назвать новым вокальным брендом «Мозыря». Творчески раскрыться, преодолеть свой страх перед публикой, зарядить свой энергия зал. Мотивы к участию разные, но собравшись вместе, они могут даже побороться за звание самых поющих ребят страны. «Караоке сегодня очень популярно, так как люди у нас есть очень много талантов, среди которых очень любят петь. Они проявляют себя в «Голосе Мозыря», заявляются». К удовольствию публики от заезженных композиций финалисты единодушно отказались и обратились к творчеству Гарика Сукачёва и Лары Фабиан, группы «Парк Горького» и «Квин». Я буду петь Руслана «Дикие танцы» на украинском языке, потому что я с Украины сама. И она очень сильно энергичная, заводная, вот прямо очень заводная песня. Я хочу такую энергию завести публику просто. Привести восторг членов жюри и неоднократно сорвать овации зрительного зала – задача непростая, но они смогли превратить финал конкурса «Караоке» в настоящий концерт. Караоке я для себя открыл, в принципе, сравнительно недавно, где-то, наверное, в году 2013, и влился просто с головой в это всё дело, и не проходит, наверное, ни одного праздника какого-то важного для меня, для меня значимого. Я, наверное, всегда провожусь с друзьями в караоке, потому что атмосфера и то, что я получаю в караоке, мне очень нравится, и это здорово. Если за первую тройку победителей жюри пришлось долго поспорить, то обладателя гран-при определили единогласно. Лучшим народным караоке-исполнителем в 2017-м стал Вадим Мельник. Заслуженной наградой и прекрасным подарком для триумфатора станет запись песни на профессиональной студии и её годовая ротация на радио. Впрочем, с подарками и призами от партнёров конкурса и спутника уезжали все финалисты. И самый главный из них – огромный заряд позитивного настроения. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Препеснов, телеканал «Мозырь». Ярким, блистательным событием музыкальной жизни Гомельщины стал открытый районный фестиваль-конкурс детского творчества «Золотая нота». Перед юными музыкантами и певцами из многих городов Гомельской области гостеприимно распахнула двери Речицкая школа искусств. Вот уже в шестой раз в Речицкой детской школе искусства при поддержке отдела идеологической работы культуры по делам молодёжи стартовал творческий проект «Золотая нота». Конкурс проводится один раз в два года, является весьма востребованным и популярным. За всё время проведения в нём приняли участие более тысячи одарённых детей из различных уголков Гомельщины. В «Золотой ноте-2017» своё исполнительское мастерство продемонстрировали 120 коллективов, 32 сольных исполнителя и 6 вокальных ансамблей. В «Золотой ноте-2017» своё исполнительское мастерство продемонстрировали 12 лет. Речичане выступили блестяще, завоевали 38 наград. Среди победителей инструментальный дуэт «Виват» в составе Станислава Ушкина и Романа Жукова под руководством преподавателя Тамары Рожиной. Хотя для юных дарование это не первый конкурс, в котором они покорили верхнюю ступень пьедестала почёта. Реческие баянисты неоднократно становились победителями международных конкурсов в сольном исполнении. В дуэте Роман и Станислав также добились успехов. Победа на открытом районном фестивале конкурсе детского творчества «Золотая нота» – лишь тому подтверждение. Первое место – это круто, неожиданно. Класс, победа. Я очень рад, потому что на этом конкурсе я участвую в первый раз. И радость, когда ты с первого раза на этом конкурсе занимаешь такое первое место. Конкурс прошёл в плодотворной обстановке. Он в очередной раз продемонстрировал высокий уровень таланта и артистичности юных музыкантов и вокалистов Гомельщины. За этим, бесспорно, стоит огромный труд преподавателей, учеников и их родителей. Детское коллективное творчество детей развивает музыкально быстрее, нежели сольное. Сольное творчество не всем детям доступно. В силу специфики исполнительства и волнения на сцене, А вот ансамблевое музыцирование, ансамблевая игра для детей приносит удовольствие. Поэтому было сегодня очень много интересных, достойных выступлений. Было очень много талантливых детей. И, несомненно, речица, как поющий край, выглядела в лидерах. Здесь завязывается традиция школы исполнительской. Это очень хорошо. То, что здесь работают традиции певческого края и те музыканты, которые здесь были, которые оставили след вообще в развитии белорусской культуры, такие, как Геннадий Армаченков, который учился вместе, мы вместе учились. Это профессор ваш. То, что у вас есть певческий край, традиции Лопатина, все это откладывает отпечаток на интонационную основу вашей местности. Поэтому вот этот инструментальный конкурс, он приобретает уже все более исполнительскую такую совершенную основу. Мы уже работаем, разбираем с преподавателями, как поднимать исполнительское мастерство, поднимать его на более высокий исполнительский уровень. Все преподаватели и организаторы конкурса заинтересованы в поднятии и сохранении традиций. Это очень приятно, это обогащает наше совместное, так сказать, сотрудничество, потому что мы приезжаем сюда, мы учимся всегда у вас и, соответственно, что-то даем. Одним из ярких моментов конкурса стал гала-концерт, в котором приняли участие лидеры всех номинаций. Это и выступление победителей подчеркнуло значимость мероприятия, ведь золотая нота стала большим культурным событием Гомельской области, который открывает одаренным ребятам новые перспективы в мире искусства. В Светлогорский район в агрогородок Боровики прибыл ковчег с мощами сразу 12 святых. Автомобиль ожидали возле поклонного креста на въезде в населенный пункт. Для участия в крестном ходе собрались жители деревни, приехали те, кто спешил поклониться святыням. Ковчег был передан архимандриту, Алексию, настоятелю храма святой великомученицы Варвары. Крестный ход – явление достаточно редкое. Он организовывается только по особенно торжественным случаям. Прибытие в Боровики мощей 12 святых было событием неординарным. На въезде в деревню верующие ждали, когда прибудет автомобиль с ковчегом. Его несли две монахини, которые передали мощи настоятелю храма святой великомученицы Варвары архимандриту Алексию. К мощам прямо на улице приложился благочинный Светлогорского округа, протоиерей Александр Кисель, который также был участником крестного хода. Торжественная процессия, сопровождаемая автомобилем ГАИ, под звон колоколов, отправилась к Боровиковскому храму. Кстати, среди святых, чьи мощи прибыли в ковчеге, находятся частицы святой великомученицы Варвары, честь которой и назван храм. В церкви была совершена служба. А затем благочинный Александр Кисель обратился к прихожанам с небольшой проповедью. Мы сейчас с вами проживаем в дни Великого Строгого Поста. И особенно в эти дни церковь нас призывает задуматься о своем бытии на земле. Что мы делаем, как мы живем, как мы воспитываем своих детей. Какие сегодня у нас в семье становятся задачи и приоритеты. К чему мы уделяем больше времени. И вот это именно время поста, молитвы, воздержания. Господь говорит нам обратить внимание на нашу бессмертную душу. И вот святые угодники Божьи, которых мы сегодня поклоняемся, молимся, святителю Николаю и святой великомученице Варваре, это те люди, которые жили на земле. Тогда в их времена тоже были их же искушения и проблемы. Но люди нашли в себе силы послужить своим житьем Богу. Мощи будут находиться в Боровиках до 29 марта. Затем будут перевезены в Черковичский храм святых 12 апостолов. Здесь прихожане смогут приложиться к святым мощам до 2 апреля. Профессия художника-анималиста достаточно редкая на просторах Беларуси. А персональные выставки таких мастеров можно, как говорится, по пальцам пересчитать. И не потому, что никто не любит фотографировать животных. Сделать это красиво – большой труд. В Светлогорском историко-краеведческом музее открылась выставка под названием «Оглянись». Автор выставки Наталья Ашека представила светлогорским зрителям 80 своих работ. На них только животные – собаки и коты, домашние, ухоженные, породистые и совсем, казалось бы, неказистые дворняги. Наталья и ее семья – учредители одного из самых больших частных приютов для бездомных животных – «Островок помощи и надежды», который находится в Речице. Сейчас приют помогает тем, от кого чаще всего отказывается сразу – животные-инвалиды, старые и травмированные. На данный момент в приюте нашли свой дом около 150 кошек и собак. Сначала, как признается Наталья Ашека, съемка была просто увлечением – возможностью пристроить животных и найти им любящих хозяев. Потом хобби стало профессией. Сегодня фотохудожник много снимает породистых животных в питомниках, но не забывает и о своих приютских воспитанниках. Все это автор рассказала светлогорским школьникам, которые пришли в музей на экскурсию. Потому что вот вы когда смотрите на красивую картинку какой-нибудь красивой игрушки, вам хочется, чтобы мама не купила? Вот то же самое и с котами, и с собаками. Когда ты размещаешь в интернете красивую фотографию бездомного животного, которого мы, допустим, нашли на трассе, вот, его сбила машина, он лежал, мы его взяли к себе, вылечили, выходили, поставили на ноги, и я его сфотографировала, и мы нашли ему дом. Здесь очень много фотографий животных, которые уже в семьях, но так как эти фотографии и эти животные нам дороги, поэтому они здесь и присутствуют. Выставка в музее продлится до 28 апреля. Это был последний сюжет нашего выпуска. Смотрите «Регион» на следующей неделе. Я прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова